Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать тексты из Solutions Advanced. Это конец первого юнита, Exam Skills Trainer, то есть демоверсия экзамена такая. И вот этот текст, это такой, если угодно, образец того, чего на экзамене вообще может быть. Значит, моя задача его прочесть. Естественно, в одно видео, наверное, я не уложусь, поэтому будет две части. Здесь еще задание есть к нему. Выбрать правильный вариант, но это такое задание, которое можно и самому сделать, поэтому делать я его не буду. Лучше разберем текст. Итак, заглавие. Сразу же интересное заглавие, которое немножко ломает наши представления о правилах. Вот в этом вся суть Advanced Level, или там B2+, C1, я не знаю, как еще это назвать. Короче, A first for women runners. Ну, то, что должно нас покоробить здесь, это A перед first. Нас столько времени учили, что перед порядковыми числительными может стоять только Z. То есть, по идее, мы должны здесь Z поставить. The first for women runners. Но, если мы поставим Z, то будет неправильно. Поэтому Z здесь нельзя ставить. А почему нельзя? Потому что дальше у нас идет множественное число. И когда вот такая вот ситуация, это будет переводиться как не первая женщина-бегун, как бы хотелось нам, а одна из первых женщин-бегунов. Сейчас мы увидим, о чем там текст будет. Что нам это дает вообще? Когда мы видим A перед порядковым числом, не обязательно first и second, может быть, в принципе, twenty second, может быть, это не суть, важно, какое порядковое число будет стоять. Это значит, что этот человек не был уникален в этой роли. То есть, либо ситуация такова, что кроме нее были и еще, скажем так, пионеры какие-то или первопроходцы, которые там тоже были как бы первыми, но, может, о них неизвестно, или, может быть, как это, у них не получилось. Или второй вариант. Она была, ну, в какой-то группе, и вот они там первыми как-то все прибежали, и вот она одна из этих первых. То есть, одна из, вот, что нам дает артикль A перед first. Да, ее достижение важно, но это не единственное достижение, и она была не уникальной. On the morning of 19 April 1996, a hooded figure was hiding in the bushes near the start line of the Boston Marathon. Утром 19 апреля 1966 года фигура в капюшоне пряталась в кустах возле линии старта бостонского марафона. Кто не знает, что такое бостонский марафон, можете погуглить, это очень известное спортивное событие в Штатах. Здесь все очевидно, фигура эта была в процессе, и вот эта hooded figure, это в смысле, что на этом человеке была вот эта вот худя с капюшоном, и капюшон был на голове. Когда сигнал стартового пистолета дал начало гонке, или как, забегу, наверное, правильно сказать, таинственная особа позволила более быстрым бегунам пробежать, а потом присоединилась к главной группе бегущих. Здесь у нас уже интереснее предложение. У нас time-close, вот, он начинается на when. Если у нас не вопрос и when, значит, точно у нас предаточное предложение времени, оно отвечает на вопрос когда. И вот оно где заканчивается, легко это вычислить, здесь запятая. Если предложение начинается на time-close, оно всегда будет иметь в конце запятую, чтобы легче было ориентироваться. Следовательно, после него, очевидно, будет главное предложение, ну, должно быть, скажем так, главное предложение, это крайне желательно. И далее вот это уже subject пошёл. Значит, the gun went off. Пистолет выстрелил. Здесь всё дословно. Значит, go off имеет очень много значений, если мы посмотрим словарь, мы всё поймём. Но поскольку здесь есть контекст, здесь пистолет, слава богу, только стартовый. Но, в принципе, может быть любой, конечно же. Кстати, если опять же посмотреть переводы go off, может быть, также бомба разорвалась, чего-то взорвалось, короче. И вот этот момент взрыва, вот это go off. Оно логично, потому что, ну, куда-то вовне оно как бы разошлось, если угодно. Далее, обращаем внимание, что после глагола, у нас сразу цель. Он выстрелил для чего? Ну, чтобы начать вот этот вот забег, этот марафон. Вот это the race, вообще говоря, the race в английском классное выражение. Это могут быть и гонки, это может быть забег, это может быть плавание, заплыв какой-то, это может быть скачки на лошадях, верблюдах, и на чём там ещё люди скачут. И, в общем, всё, что угодно может быть. Поэтому нужно смотреть контекст. Здесь можно сказать, что это марафон, потому что у нас контекст Бостон-марафон. И далее у нас какая-то таинственная персона, далее позволила, кому позволила? The fastest competitors позволила, то есть более быстрым участникам соревнований. Вот это дословно. То есть, да, бегуны, конечно, но это всё-таки участники соревнований. Далее, что сделать? Мы же помним, что allow обычно с инфинитивом стоит. Вот он, инфинитив его. При этом мы иногда забываем, что после allow ещё может быть объект. Поэтому нужно внимательно смотреть. Если мы увидели allow, нужно искать инфинитив. Всё, что между allow и инфинитивом, это будет объект, кому-то там позволили что-то сделать. А далее у нас before стоит, и по идее дальше у нас ещё один time close должен быть. Но у нас уже один стоит. Куда ещё один? Поэтому здесь изящно вышли из положения. И у нас после before стоит gerund. Да, это можно делать. Но по сути, здесь могло бы быть before he or she. Мы же не знаем, кто это ещё. Значит, joining the main group и т.д. И здесь возникает проблема, потому что мы не знаем, кто это. То ли he, то ли she. Дальше будет понятно, что это девочка была. Но сейчас мы этого не знаем. А какое местоимение нам писать? И поэтому великолепное решение использовать безличную форму глагола. Вот для чего они, собственно, и есть. И обращаем внимание, что мы говорим присоединиться к. У нас предлоги стоят. А в английском нет предлога. Join всегда без предлога используется. It wasn't long before the others noticed that their new companion was a woman. Прошло немного времени, пока другие заметили, что их новая спутница или новый компаньон – женщина. It wasn't long. Дословно лучше не переводить, потому что, получается, какая-то ерунда не было долго до того, как. Ну, мы так не говорим просто. Можно ли это было как-то заменить? Да, конечно. Для этого надо еще before убрать. И тогда мы могли бы это заменить на shortly, то есть вскоре, или быстро. Вот дословно быстро. И quickly. Ну и все слова, которые примерно в этом же значении. Что нам дают вот это it wasn't long before? Это emphasis. Это фразовое выделение. Такой прием может на использовать, если мы хотим выделить свою мысль. То есть, здесь акцент на то, что все быстро поняли, что это женщина. Едем дальше. Этим лазутчиком была 23-летняя студентка Роберта Бобби Гиб, ну или студентка-выпускница, скажем так, университета, Роберта Бобби Гиб, опытная бегун, или бегунья, заявку которой на участие в марафоне отвергли на основании того, что бостонский марафон это соревнование только для мужчин. Итак, здесь интересное слово infiltrator. Вот это. В принципе, мы все знаем такие выражения, как инфильтрация, что-нибудь такое вот из этой серии. И тут infiltrator больше в переносном смысле, потому что, естественно, она ничей не шпион и не лазутчик была и ничего такого диверсиями она не занималась. Но это была такая социальная диверсия, провокация, что ли. Короче говоря, в данном случае infiltrator это по большому счету синоним слова intruder, то есть тот, который вторгся куда-то незаконно на чью-то территорию. Разница между этими словами в том, что infiltrator, как правило, тайно это делает. Ну, а intruder может это делать весьма открыто. Поэтому здесь можно провокатор перевести это так или вторгнувшаяся особа, ну, что-нибудь такое. Далее обращаем внимание it's one is three year old. Двадцати трехлетняя. Это прилагательное. Хоть здесь и цифра стоит, но это прилагательное. Оно отвечает на вопрос какой. И обращаем внимание, что у нас year в единственном числе должно стоять. Потому что мы из этого she is twenty-three years old, вот если мы так скажем, тогда да, тогда у нас множественное будет. Но если мы хотим из этого twenty-three years old сделать существительное, из него можно сделать существительное, именно поэтому здесь стоят вот эти dashи, diffus, тогда у нас улетает множественное число. Оно вполне логично, потому что существительное это в единственном числе всё равно. И получается вот такой интересный кульбит. Далее имя Bobby. Если вот так вот, как здесь, это не имя, это то, что мы все знаем как nickname. То есть это прозвище. В английском, когда прозвище человека употребляется вместе с именем, то сначала у нас будет имя. Как правило, это первое имя, first name, ну то есть личное. Потом будет nickname. И правильно его писать действительно в кавычках, чтобы было сразу понятно, что это nick. Это не второе имя, потому что очень часто у человека может быть два имени и более. И это нормальные имена, это не какие-то прозвища. А дальше у нас уже будет family name, то есть фамилия. Далее experienced runner. Ну, поскольку в английском с гендером туго, поэтому runner как бы получается у нас мужского рода при переводе. Понятно, что это не очень красиво согласуется с Робертой, но бегунья, можно сказать. Я не уверена, что это вполне литературно, но тем не менее. У нас просто есть феминитивы, а в английском феминитивы это больше извращение. Далее. Вот это интересная фраза. Who она уточняет runner. Теперь далее. Обращаем внимание, что после give у нас запятая. А дальше an experienced runner. То есть, по сути, у нас здесь ипозитив существительное, которое уточняет чего-нибудь. Как правило, имя человека или какую-то должность или что. И все было бы ничего. Но после этого runner у нас еще who и еще целое предаточное предложение, которое в свою очередь уточняет runner. То есть, вот этот ипозитив, который продолжается аж до самого конца предложения, уточняет Роберт Угиб, а в этом ипозитиве в свою очередь стоит предаточное предложение, которое вот отсюда начинается и оно уточняет слово runner. Так тоже можно делать. Вот такое одно в одно как бы вкладывается. Теперь далее. Смотрим, что после who у нас стоит. У нас had-hat какое-то. Далее have application to run denied. Что это вообще такое? Это у нас causative form passive. Мы помним, что есть структура, которая have something done. Вот такое может быть. Вот это оно и есть. Зачем оно надо? Оно надо для того, чтобы показать, что это не она лично там как-то свой application куда-то отвергла или как еще, что это ей отвергли. То есть она как бы имела свою заявку отвергнутой. Значит, здесь вот это hair application to run это одно целое, это вот это наше something. А head-head у нас стоит, потому что past perfect стоит. И логика такая, что до того, как она решила все-таки побежать, несмотря ни на что, ее заявку на участие в марафоне отвергли. И поэтому это было раньше. И это связано с тем, что было дальше. Поэтому стоит past perfect. А далее вот это done, это вот это denied. То есть have это у нас past perfect, hair application to run это something, а done это denied. И далее on the grounds это because of, то есть по причине или на основе, это вот если дословно, on the basis тоже можно было бы сказать, на основе того, что. И далее в принципе все ясно, у нас идет, ну будем говорить indirect statement, что бостонский марафон и т.д. и т.д., что это для мужчин только было, это так и было, действительно, но это все-таки 60-е годы, до этого вообще считалось, что женщины спортом заниматься не должны. Тем не менее, у нас с точки зрения синтаксиса здесь получается довольно забористое предложение. Главное предложение ничего, как говорится, не предвещает. Infiltrator, was, все прекрасно, замечательно, очень все простенько, to be, стоит там какой-то объект, окей, дальше запятая, дальше начинается appositive, который до самого конца предложения. В этом appositive стоит слово runner, которое, это главный appositive, главное слово, которое конкретизует Роберто Гиб. И дальше дается дополнительная информация. здесь указана причина, собственно, почему так все случилось. И здесь у нас causative form в этой причине, это relative clause уже. А дальше, нам этого еще мало, у нас еще одно предаточное предложение, которое показывает нам cause. Это из серии clauses of cause and result. Первый симптом это on the ground's death. Здесь можно было because of поставить, можно было on the ground's death, можно было on the basis of, можно было там еще какие-то варианты, это уже неважно, это уже технический вопрос. Но в любом случае дальше указана причина. И это еще одно предаточное предложение, которое уточняет другое предаточное предложение, которое уточняет appositive. Но тоже можно. Here rejection letter categorically stated women aren't allowed and furthermore are not physiologically able. В письме, которое отвергало ее заявку, категорически было указано, что женщины не допускаются и более того, они физиологически не способны к этому, ну то есть к бегу на бостонском марафоне. Но если мы посмотрим детали бостонского марафона, какие там требования и сколько там бежать и вообще, ну это вполне себе не только для женщин, это не для всех мужчин даже. Но тем не менее. Значит, вот это rejection letter. Мы, конечно, так не говорим, но в английском с письмами есть вот этот прием, когда мы указываем функцию письма, это первый блок, это прилагательное по большому счету, а далее само слово письмо. И у нас получается очень классная конструкция, нам не надо много слов, нам достаточно сказать cover letter, то есть сопроводительное письмо, recommendation letter, рекомендательное письмо, и так далее, и так далее. У нас иногда так получается говорить красиво, прилагательным, но не всегда. Promotion letter, вот тут уже никак не получается перевести двумя словами, ну и так далее, и так далее. То есть можно тоже взять себя на вооружение. Далее, categorically stated. Stated это said, по большому счету, это утверждало, да, письмо утверждало, мы не так не говорим, понятно, что мы говорим в письме утверждалось, и поэтому главное не делать кальпу с нашего предложения, потому что получится некрасиво. Мы обычно как переводим? It was stated in her rejection letter categorically. Куда это категорикally? Там еще вопрос, куда его поставить. Но можно и вот так, то есть rejection letter мы делаем как бы подлежащим такой вот небольшая такая метафора. Далее, women aren't allowed, женщин не допускают или женщинам не позволено. В отличие от вот этого allowed, которая выше, здесь оно активное. А здесь passive voice. Далее, fathom, более того. Ну и в принципе дальше все понятно. Обращаем внимание, able слово, это как бы способное. Из этого мораль, что после able не обязательно инфинитив может стоять, оно может вполне себе быть самостоятельным. Having run up to 30 miles a day nearly every day for the two years leading up to the race, gave knew that this was not true. пробегая до 30 миль в день, почти каждый день в течение двух лет до этого марафона, Гейб знала, что это неправда. Здесь у нас интересная вот эта штука, having run. Это perfect participle. И нам он показывает, что это действие было опять же до того, как она это знала, что это неправда, и до того, как ей отказали в участии в марафоне. Можно ли сюда running было поставить? Нет, нежелательно running. Нам нужен акцент на то, что два года до этого она тренировалась и бегала чуть ли не день в день по 30 миль. Поэтому здесь вот такая структура. Как можно было бы иначе это сказать? Можно было бы вот так. After she had run или had been running даже можно. Почему past perfect? Потому что рассказ о событиях в прошлом. Ну и далее все остальное без изменений будет. She decided it was time I did use to what the women changed and bought the bus ticket to Boston. Она решила, что настало время изменить отношения к женщинам и купила билет на автобус в Бостон. Вот это вот очень интересный здесь прием. It was time ясно. А дальше, как ни в чем не бывало, I did use to what women changed. И возникает такое впечатление, как будто здесь что-то пропущено. Так и есть. Это сокращенная конструкция. По сути, это complex object. Но он немножко такой обрезанный. Почему? Здесь passive. То есть отношение к женщинам изменено, будет изменено, должно быть изменено. Здесь все, в принципе, это подойдет. Поэтому здесь, по идее, должно быть так. It was time for this for to infinitive structure можно поставить attitudes и далее все то же самое towards women. Но с for to infinitive structure есть одна небольшая сложность. Он обычно активный. Поэтому нам придется сказать здесь to change. Ну, это не есть такая сильная проблема. Это тоже правильно будет. Но если вот мы буквоеды и нам обязательно хочется passive, тогда нам лучше не использовать for и достаточно вот здесь поставить that. А вот здесь поставить should и be. У нас получится классика жанра с модальным глаголом infinitive пассивный. Ну, тоже можно. Но можно и вот так вот, как здесь, чуть-чуть обрезать. В противовес страхам её отца, что её могут как-то травмировать во время марафона, мужчины, которые бежали вместе с Гиб, не показывали ей ничего, кроме доброты или расположения, будем так говорить, потому что доброты как-то не звучит здесь. Вот это хорошее выражение, которое аж до Сюдова длится. На самом деле оно тоже из двух блоков состоит вот здесь. Первый блок заканчивается, а начинается второй. Здесь indirect speech как бы, indirect statement. Как мы знаем, что это indirect statement, потому что можно было сказать her father said that she would get и всё такое. Что за would? это future in the past, не более того. Будущее время с точки зрения прошедшего. Отец боялся, что её в будущем на этом марафоне как-то там покалечат или ещё повредят ей здоровье и всё такое. Значит, get hurt можно понимать двояко. Если бы не было дальше объяснений, можно было бы понять, что она травмируется сама, ну мало ли там упадёт как-то или чё, всё бывает. Но поскольку дальше у нас продолжение, мы видим, что здесь имеется в виду, что к ней будет какое-то насилие, там бегуны её там, не знаю, отлупят или чё с ней сделают, по голове и настучат. И всё вот это вот. Здесь имеется в виду страх, что он боялся, что мужчины всё-таки девочку могут обидеть. Обращаем внимание на вот эту конструкцию. Она очень классная. Здесь можно было бы unlike поставить вместо contrary to. Далее, counterpart, очень хорошее слово. Его можно было бы заменить на co-runners. Это в контексте. Коллеги как бы. Но здесь коллеги будет неправильно, потому что она соревнуется с ними, и они как бы её конкуренты. То есть, можно сказать competitors, как вариант. А можно сказать co-runners. И далее, вот это классное очень выражение nothing but kindness. То есть, nothing but это ничто кроме. Вот дословно всё, но тем не менее, чтобы не говорить only. Once reporters got wind of her participation, the radio began broadcasting news on her progress. Как только репортеры узнали о её участии, радио начало транслировать новости о её прогрессе. Ну, как она там бежала. Ну, здесь, конечно, самое интересное выражение это вот это. Что это такое? Это, конечно, очень сильно напоминает, как это поймали ветер или что-нибудь такое, и в принципе это правильно. Когда мы говорим get wind of, это по большому счёту learn, узнать. Но, почему learn не поставили? Ну, потому что здесь узнать не в смысле там мы узнали новые какие-то формулы или что, здесь пронюхать, учуять. Именно поэтому здесь такая фраза и стоит. То есть, учуяли, откуда ветер, пронюхали, это же журналисты, и начали сразу во всех новостях её показывать. Broadcasting, транслировать, ну, это эпоха радио. И далее news of her progress, новости о её прогрессе, скажем так. Здесь прогресс имеется в виду running, естественно, или participation, можно было бы даже сказать. Будучи поддерживаемой уровнем адреналина и восхищёнными зрителями, Гиб продолжала бежать чуть меньше, чем три часа времени большую часть пути или трассы. Но затем она стала выдыхаться. Итак, вот это encouraged by и delighted spectator стоит запятая. Почему? Потому что это participle structure, это оборот. Здесь могло быть being encouraged. Можно being сюда поставить, но обычно его не ставят, потому что participle второй говорит сам за себя. И тем более здесь ещё и by стоит. То есть, это классика жанра, такой пассив. Как можно было бы этого избежать? Можно было бы because поставить. Because she was encouraged by adrenaline and the delighted spectators. Можно и так превратить это в причину. Мы помним, что все предаточные предложения, времени, причины, условия, они прекрасно переходят в обороты. И вот что здесь и сделано. Далее head. Head это продвигаться, это move по большому счёту. Поэтому, когда мы видим слово head, не надо спешить переводить его словом голова. Ну, в данном случае это run, понятное дело. А for у нас относится сюда, к периоду времени. Under three hour time. Почему здесь under? Ну, то есть, она бежала чуть меньше трёх часов. Она чуть-чуть не дотянула до трёх часов. Если было over, было бы более. Under это менее. И обращаем внимание, у нас опять прилагательное от числительного. Почти то же самое, что выше one is three year old. Вот это то же самое. three hour time. Тоже множественного числа нет, хотя и three стоит. И далее ещё одно for. Это for уже относится сюда. For the best part of the course. То есть, как бы, лучшую часть трассы. Ну, понятно, что мы так не говорим. Здесь имеется в виду главная часть трассы, самая важная часть трассы. Поэтому тоже, когда мы видим the best part, не надо бросаться переводить как лучший. То есть, можно было бы сказать по-другому the most important part. Здесь у нас запятая, её не видно, здесь оборот закончился. Далее, but, противопоставление, then, потом, she began running out of steam. Run out, это у неё, как бы, заканчивался пар. Ну, понятное дело, что мы так не говорим. Это по аналогии с паровым движком, когда там вот давление пара падает в котле, но движок начинает останавливаться. Run out of, у нас, когда мы говорим у нас закончилось, мы переносим действие на то, что закончилось. А в английском действие переносится на человека, у которого это закончилось. Поэтому run out of steam, выдыхаться, если дословно терять ход. Можно по-другому сказать замедляться, тоже вариант. И здесь я остановлюсь. Ссылка на скриншот в описании видео, ссылка на книгу также в описании видео, если у вас её нет. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.